Итак, друзья, всем привет! Продолжаем нашу серию выпусков про архивные материалы, про конкретные документы из Национального исторического архива Республики Грузия, которые мы бы зачитывать и давать экспертные комментарии к этим документам, так или иначе касающимся истории Кавказа, культуры черкесской и так далее. И сегодня я бы хотел продолжить тематику прошлую, потому что мы видим, какие она вызывает отзывы, комментарии. Я вижу много различных комментариев написано было, не всем успел ответить, но в любом случае благодарю вас за поддержку и за интерес к этой теме, к этому формату. Но были, конечно, комментарии другого типа. Тут хочу сразу отметить, что, во-первых, я принимаю другую точку зрения, я понимаю, я готов о ней говорить. Но вот на примере нашего товарища, казачка Донского, который здесь, мы с ним долго-долго общались в комментариях, и все свелось к тому, что он не хочет высказать свое мнение, а он хочет навязать мне свое. Да, и еще потом начал мне тыкать, рассказывать, что я чуть не понимаю в жизни, потом сам ссылаюсь на какие-то базовые источники, такие примитивные, самые простые, которые известны и так любому начинающему, которые нужно правильно интерпретировать и не только ими ограничиваться. И, естественно, я такой подход не приемлю тыканье, поэтому я его заблокировал в черный список, что будет происходить со всеми, кто будет вести себя по-хамски и фамильярничать со мной или каким-то образом вести себя очень странным. То есть не вести диалог, а высказывать какое-то свое грубое мнение. Что касается тех, кто считает, что публикация таких материалов сегодня каким-то образом может вызвать какую-то рознь или прочее, или даже тут про экстремизм кто-то умудрился написать. Хочется отметить, что сегодня в России экстремизм все, все существование российское, экстремизм есть по своей, то, что происходит сегодня. И говорить об этом, о публикации каких-то исторических материалов с комментариями экспертными, называя их как бы опасными, вызывающими что-то там, когда, извините, ваш народ ассимилирует со страшной силой и использует в чужой агрессивной войне с расчеловечением чужой нации, то это как минимум странно, во-первых. А во-вторых, когда еще говорить, если не сейчас об этом, когда, в общем-то, мы находимся в стадии, когда непонятно, что будет еще в ближайшем будущем вообще, и как, в общем-то, сохраниться в своей идентичности народ, встанет вопрос уже совсем скоро. По всей видимости, исходя из того, что творится сегодня в России. Поэтому говорить именно сейчас надо, не сидеть, мол, молчали все это время. Сейчас надо говорить о том, что важно для нас, для всех, для нашего прошлого, на каких, проговаривая какие сложные моменты прошлого, мы можем выйти к диалогу друг с другом, чтобы избежать конфликтов сейчас и в будущем. И именно разговор о травматической памяти является одним из основ гармоничного межнационального диалога, а не ее замалчивания, когда ситуация в стране может дойти до такой ситуации, когда уже разговор перейдет в другое русло, и здесь не должно оставаться недомолвок, которые могли бы вызвать лишние конфликты. Поэтому сейчас, именно только сейчас об этом важно и нужно говорить нам всем. Ну а мы продолжим. Сейчас я буду записывать и будет несколько подряд роликов интересных. Они будут касаться, конечно, не только тематики войны, естественно, потому что есть и интересные личные истории. Вот одно из них я хочу поделиться в этом видео сегодня. Это история жителя поселения Кичмай, того самого аула Большой Кичмая современного. Но в 1870-х годах он назывался просто поселением Кичмайща, вновь основанный оставшимися на побережье жителями и вернувшимися с Кубани тех, кто переселился в 1864-63 годах. Так вот, есть такое дело в фонде 5 описи номер 1, дело номер 3955 или 3955, которое называется «О высылке жителя поселения Кичмай горца Черноморского округа Тляходык-Наида» или Тляходык-Наиды, хотя Наида чаще как женская именно встречается в документах странно тоже, в одной из отдаленных губерний империи. Дело это длилось с декабря 1876 по ноябрь 1879 года. Объясню почему, потому что дело это расследование, по сути дела было совершено некое преступление, и власти в 1776 году, расследовав его, решили, что его совершил, вот эти преступления Тляходык-Наида, и сослали его. А через время, в силу стечения обстоятельств, открываются новые обстоятельства по поводу этого дела, и оказывается, что, в общем-то, он не виновен в большей части этих вещей, и тогда начинается рассмотрение вопроса о его возвращении ссылки, то есть реабилитации. Итак, с чего все началось? Началось с письма начальника Черноморского округа, начальнику главного управления, наместника Кавказа, 27 ноября 1976 года, в котором он писал, что «Вот горцы поселены в трех поселениях. Со времени вывода из лесов, последних партий, непокорных хокучинцев и других бродяг», как он пишет, то есть другие бродяги, это те партизаны, которые до последнего скрывались в лесах, и вели они себя удовлетворительно. Что касается трех поселений, имеется в виду Красноалександровская, это современный коллеж, получается, это Кичмай, и это Божьи воды, то есть современный аул Тхарабш. Только в течение 1875-1876 годов были случаи воровства в ближайших к Кичмаю областях. Из сведений сочинского попечителя и других усматривается, что все случаи приписываются Тляхадык на Гиду. В нашем пишут, что я был в Кичмайе и разбирал там на общественном сходе с старейшинами три разных дела, случая. В прошлом году Тляхадыка обвиняли в хищении 4000 рублей, но тогда улик не было и дело закрыли. По жалобе обиженных я собрал в Кичмайе собрание, и на месте мы разобрались. Из услышанного я убедился, что он виноват в краже 4000 у своего односельчанина. Жители из старшина селения также признали его виновым. Из Головинского поста он украл еще лошадь. Свидетельство есть о том, что в тот день, когда произошла эта кража, Тляхадык был как раз-таки в Головинском укреплении. У Головинского поста, точнее. И что лошадь эта через месяц была найдена у горца другого селения, который подтвердил, что купил ее у Тляхадыка. Два месяца назад, также из греческого, подчеркну, греческого селения Лазаревского, он украл корову. И тоже был там замечен в тот день с товарищами проездом из селения Красноалександровска. Свидетели сказали, что он привел корову в Кичмай и зарезал и съел. Подпись полковник Гейман. Он был самый полковник Гейман, который шел с войсками в 1864 году от Туапсе к Сочи, по побережью, выдавливая местное население. Теперь вот в это время, точнее в этом году, он занимал к этому году еще должность начальника Черноморского округа. Напомню, что Черноморский округ появился в 1872 году. Ну, как бы выделенная часть такая вот от Новороссийска до границы с Абхазией. Далее в следующем письме великий князь Романов Михаил пишет, исполняющему начальника Черноморского округа. Предлагая из внутренних губерний для ссылки выбрать город Харьков до рассмотрения ему жительства самим министром внутренних дел. Ну и под надзор полиции его там сослать. Но прежде чем это сделать, нужно узнать, какого звания ссыльный и может ли сам себя содержать. Потому что, напомню, в царской вот этой ссылке предполагалось содержать себя самому за свой счет, так сказать. И если ты был бедный, а у тебя не было имущества или денег, то тогда уже государство выделяло тебе какую-то сумму. Потому что, понятно, что перемещение в отдаленные губернии в ссылку предполагало очень долгий переход через пересыльный пункт. И это могло длиться месяцами. В зимнее время вообще еще дольше. Нужно было себя содержать едой, водой, лечиться и согреваться в зимнее время. Поэтому это было недешево. Поэтому выясняли всегда, ну, типа, вдруг там аристократ, так, значит, ему можно послабление сделать и за его счет все это устроить. Далее начальник главного управления 22 января 1977 года пишет министру внутренних дел, что для Хадыка из простого звания и средств содержать себе в ссылке не имеет. Значит, что нужно выделить денежки на его содержание в ссылке. Далее мы видим письмо в этом деле от департамента исполнительной полиции МВД. В СИН тот же самый, да, аналог сегодняшнего. Отделение третьего стола пишет, значит, в январе 1977 года, что для Хадыка отправили в Тульскую губернию, не в Харьков. Подписал этот документ некий Мавроди, не предыдущий он того самого Мавроди, да. И далее уже Тульское губернское отделение МВД в первый отдел, в первый стол пишет, примерно, точнее, пишет уже через два года, в январе 1979 года, просьбу канцелярии на местника Кавказского уточнить, а на какой все-таки срок и вообще с какими ограничениями к нам прислали для Хадыка. То есть, понимаете, да, уже больше, ну, почти два года человек находится в этой ссылке, а они до сих пор не знают, на какой срок он на этой ссылке находится. И, собственно говоря, следить за ним надо под назор поставить, или он может свободно передвигаться. И в феврале там через месяц им отвечают, что ссылка вообще навсегда. И ограничения они предлагают на усмотрение местного Министерства внутренних дел. И уже новый начальник Черноморского округа из стола своей походной канцелярии в Тифлисе 24 июля пишет, что бывший начальник Шелковников, при котором как раз рассматривался вопрос ссылки, то есть как бы расследование ввел Гейман, потом с Шелковников становится, он как бы завершает этот процесс высылки, теперь уже новый начальник. Вот он пишет, что этот бывший уковников выслал для Хадыга из упраздненного селения Кичмай, напомню, потому что Кичмай был преобразован уже в Алу, на жительство в одной из внутренних губерний. И, значит, тут внезапно вскрылось, что наказали его за три кражи, ну, то есть как бы он подцитирует, да, дело самого этого судебное, что наказали его все-таки за три кражи, одно из которых уже не четыре тысячи оказалось, а одна тысяча рублей. И украдены они были у конкретного человека, у односельчанина его Саупака Кобле, Коблева. Ну, значит, пишет, что начальник этот, ну, тут вскрылись новые обстоятельства. Дело в том, что год назад, то есть в 1878 году, вышли из гор жители селений Красноалександровской и Кичмай, которые сбежали во время войны, боясь наказания за неблаговидное поведение их односельцев-милиционеров в деле с неприятелем под Адлером. И тут формулировка довольно загадочная, потому что, ну, предположить можно, что, что в 1777-1778 годах, вот в это время, пока вот, как был отправлен, значит, в ссылку для Ахадыка, и находился в ней, и дело это рассматривалось, шла русско-турецкая война. Вот эта последняя большая русско-турецкая война, которая оказалась драматической для Абхазии, в первую очередь, потому что многие Абхазы вынуждены были, мусульмане именно Абхазы, уйти в Мухаджишцево, но и для довольно обширной части остававшихся на родине черкесов, потому что с турецкими войсками в это время пришли многие мухаджиры, которые ушли в конце Кавказской войны, и была такая надежда, что получится как бы отвоевать хотя бы кусочек своей родины, и, значит, там как-то закрепиться благодаря турецким войскам, поэтому часть аулов, они восстали, в том числе вот часть жителей шапсунских аулов побережья, они выступили в поддержку своих соотечественников турецкой армии, и турецкая армия проиграла, и ушла, и бросила их всех, фактически они вынуждены были бежать, кто смог в Турцию ушел, а кто не смог, ушел в горы, как говорится, или там спрятался где-то на равнинах Кубани у своих родственников, до этого туда переселившихся. И тут, видимо, речь о том, что вот в Адлере часть вот этих, как сказать, народной милиции, ополченцев из местных жителей, они, видимо, перешли на турецкую сторону, и вот их соотечественники из этих аулов боялись какие-то ответственности, что их накажут за вот этот поступок, когда война закончилась, и были в горах, но вот через год, видимо, пришло амнистие, и как бы они решили спуститься. Дальше что значит пишет новый начальник Черноморского округа? Попечитель Вильяминовского отдела, по всей видимости, это, ну, не по всей видимости, это и был статский советник Пинчула, очень известный такой человек в истории Новороссийска, который многое сделал для развития хозяйства в агрономии, и, значит, он обнаружил сведения, касающиеся той самой давней кражи, связанной с Тлеходыком. Статский советник Пинчула рапортом от 3 июля 1978 года донес, значит, начальнику Черноморского округа, что по свидетельству очевидцев, в конце мая 1877 года, когда большая часть сбежавших укрывались вдоль реки Бзыч, кичмайский житель Ченшу Хуражон увидел кредитный билет в 50 рублей у сына кичмайского же жителя Тачсибука Кобле Саустена Але, какое-то двойное такое имя, видимо, может быть, второе имя здесь одновременно с первым официальным озвученным, и сообщил об этом Саупаку Кобле, того самого, которого украли якобы для Хадык деньги. Тот признал упомянутый билет своим, пропавшим у него в 1875 году. То есть напомню, что билеты – это и есть деньги, да, по сути, купюры. Тогда Саустен Але сознался, что кражу денег, в которой обвинялся Нагида, совершил он сам Саустен, причем объяснил, что деньги спрятал в лесу недалеко от селения Кичмай. Во время же ухода жителей в горы часть тех денег он вырвал и взял с собой. Деньги эти у него были найдены зашитыми в карман Шаровар. Саупак Коблев, выразив Саустену, что через него пропал невинный человек Нагида, которого все селение обвиняло в этой краже, выхватил из-за пояса пистолет и убил Саустену. Свидетелями этого происшествия были жители красноалександровского селения Хашпас Коблев, Хаджибей Коблев, Намет Хурум и несколько других лиц, фамилии которых попечитель узнать не смог. Так как в 1878 году все разбежавшиеся от войны горцы сел Красноалександровского и Кичмайского, за исключением ушедших в Турцию, переселены были из Черноморского округа в Кубанскую область, то есть на равнины, куда вместе с ними перешло также семейство Нагиды, то я долгом счел о вышеизложенном донести до сведения господина начальника Кубанской области в том предположении, что, быть может, генерал-лейтенант Кармалин, то есть начальник Кубанской области в то время, признать справедливым и, возможно, войти вообще в рассмотрение обстоятельств, послуживших основанием ходатайства полковника Шелковникова о высылке Нагиды административным порядком из края. Ну, то есть он предлагает Кубанскому начальнику, поскольку семейство там сосланного там находится, там и рассмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам, чтобы как-то разрешить этот вопрос об оправдании невиновного и его возвращении уже в Кубанскую обыск его семье, куда ее сослали. Но генерал Кармалин отказался входить в рассмотрение дела о ссылке Нагиды ввиду того, что распоряжение об этой ссылке последовало со стороны Черноморского окружного начальства, и что поэтому, как он полагает, дальнейшее направление дела о Нагиде с целью исправления административной ошибки, если таковая действительно допущена, зависит от того же самого начальства Черноморского округа. То есть разбирайтесь, ребятки, сами, сказал начальник Кубанской области. Доводя о вышеизложенном досведении вашего превосходительства, я со своей стороны имею честь доложить, что проверить в настоящее время обвинения Нагиды в двух других кражах, которые также послужили поводом ходатайства бывшего начальника Черноморского округа к ссылке Нагиды во внутренней губернии, не представляется возможным, поэтому я не могу выразить положительного заключения о правильности деланного полковником Шелковниковым представления о ссылке Горца Нагиды. Но, принимая во внимание, первое, что об изложенных выше кражах в свое время произведено было надлежащее расследование, которым не приведено достаточных оснований к преследованию Нагиды судебным порядком, и второе, что главнейшее обвинение Нагиды в краже денег не опровергнуто, я со своей стороны полагаю, что к возвращению Горца Нагиды не должно встретиться препятствий, если со стороны начальства Кубанской области возвращение этого не будет признано вредным. Подписал заведующий округом артиллерии полковник Ник Гефлораки, и дали длинная такая переписка, письмо МВД, департамента исполнительной полиции, октября 79-го года в канцелярию главного управления на местном Кавказского, что Тлеходыка все-таки отправили в ведение начальника Черноморского округа, то есть к концу октября 79-го года его все-таки вернули из ссылки. К сожалению, мы не знаем судьбы дальнейшего, то есть видно, что его оправдали, но то есть соединился он с своей семьей в Кубанской области, или ему удалось ему как-то договориться, чтобы поселиться на прежнем месте, и семью вернули обратно на побережье, тут как бы история умалчивает, но тем не менее вот вам один из ярких показателей жизни, жизни, повседневную жизнь этого времени на побережье, в этих аулах, в том контексте, который происходил в то время, таких историй было немало, и с точки зрения вот этих вот расследований, всяких дел, и с точки зрения вот того, как перемещались люди из-за войны русско-турецкой, как за кого они выступали, и что терпели из-за этого всего. Ну, а на этом мы сегодня закончим. Спасибо всем за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал. Всем пока.